Добрый день! Сегодня мы с вами будем делать снежинку. Для этого мы нашли вот такую схему снежинки. Я на нее уже положила нашу ткань. А для ткани мы берем вуаль, которая у меня немного накрахмалины. Это нижняя часть, верхняя это органза, прозрачная органза. То есть будем эту снежинку с вами выжигать. Выжигаем, как говорю, два слоя. Использовать будем как обычный выжигатель по коже, заточенным наконечником. Мы кладем на подсветку, то есть на стекло с подсветкой, со светом нашу схему. На нее два слоя ткани. И по контуру начинаем выжигать. Стараемся делать это быстро, чтобы органза быстро плавится, чтобы ее сильно не расплавить. стараемся придерживать ткань, чтобы она плотно прилегала к схеме. Вот таким образом мы проходим полностью по всей схеме. Начало по краю. начинаем вырезать все, что в средине. рисунок немножко здесь не приспособлен к тому, что мы будем выживать, выжигать калишированием. То есть здесь незаконченные узоры, поэтому они обязательно должны быть замкнутые. То есть мы их замыкаем. просто цветушки, а мы делаем кругляшки. То есть вот этот рисунок не обязательно, он должен быть такой, как на схеме. может быть таким, каким вы его сами сделаете. Вот кружочки, конечно, делать легко, мы их оставляем. или вот такие вот капельки. и здесь тоже, вместо веточки делаем кружочки. вот примерно. что у нас получилось, сейчас посмотрим. таких деталей нам надо вырезать минимум три. вот две уже снежинки я вырезала, вот это как раз третья. вот сейчас еще посмотрю, где тут можно еще докончить. когда мы снимем полностью схему, сразу будет видно, где что-то не доделано, и можно уже доделать на стекле. вот давайте это все снимем. снимается. выкройте все в руку. надо зацепить с краю. вот вот какая снегонечка у нас получилась. там вот где немножко не прорезано, можно прорезать до конца. вот вот сейчас еще посмотрим. здесь кругляшочки еще у нас не вырезаны. здесь тоже вот пройдем сейчас по по всем сторонам наши снежинки. и будем потом работать дальше. а дальше, сейчас я вам расскажу. я думаю, что вы уже смотрели мой мастер-класс по изготовлению елочки. так вот, техника вот изготовления нашей снежинки практически та же, что и елочки. то есть, только елочки мы делали на пять элементов, то здесь мы делаем только три. итак, вот первая часть готова, и вот еще две снежинки, которые я уже предварительно сделала. то есть, у нас всего их три штуки. мы теперь их складываем складываем вместе друг на друга. желательно, чтобы они все были ровненькие. вот таким образом мы сложили все три снежинки. теперь нам надо все эти три снежинки разрезать пополам. мы делаем это металлической линейкой. накладываем на одну сторону и на другую линейку посредине. вот так. теперь берем выжигатель и аккуратно начинаем разрезать наши снежинки по центру. здесь вот очень плотно получилось, поэтому я несколько раз проведу проведу. сильно торопиться здесь не надо, так как важно, чтобы все слоя, все три слоя хорошенько спаялись. ну вот. наши снежинки разрезаны. то есть, мы сделали две части. сейчас я вам теперь покажу, как это получилось. вот одна часть состоит из трех снежинок. вот. пол снежинок, да, половинки. и вторая часть тоже из трех. вот. теперь нам надо склеить первую половинку со второй. для этого лучше всего, конечно, надо это сделать клеевым пистолетом. но, к сожалению, у меня клеевой пистолет буквально вот сейчас поломался, поэтому я попытаюсь это сделать с помощью клея момент. вот он у меня уже. готов к работе. и немного потек. это не лучший вариант. для этого все же мы попробуем. по краю, по самому-самому краю, мы накладываем клей. и вот этот клей не сохнет мгновенно, хотя он и момент. пока мы его закроем. и вторую половинку мы накладываем на первую. даем клею. даем клею высохнуть. вот я не знаю сколько он будет в действительности сохнуть. но думаю, что все-таки должен он у нас приклеится. теперь мы на верхушечку и наверх, и на низ нашей снежинки мы закрепим вот такие подрезочки. вот это вот у нас будет вверху. это я сделала сама. то есть взяла бусики. вот продаются на Новый год такие золотые. вот я взяла крепление специально для бусин. большую бусину. и вот так соединила соединила все. и получилось вот такое вот с одной стороны это подвеска с другой стороны она выглядит как украшение это будет сверху а снизу сделать то же самое только вот с веревочкой которую мы тоже сейчас прикрепим с вами это будет снизу. то есть вот смотрите сейчас я вам покажу вот в этой стороне приклеивается все я думаю что как раз внизу еще можно одну давайте вот одну часть расправим и здесь еще немножко чуточку нет все таки не одну часть наверное в той же части где у нас и приклеено было 1 2 3 а вот здесь вот здесь наверное немножко еще и приклеим приклеим нашу веревочку сейчас секунду это сделаю быстро быстро сделать вниз здесь еще немножко подклею клея туда еще расскажу что лучший вариант использовать клеевой пистолет теперь у нас вот это все должно склеиться вот когда все это склеится мы возьмем можно и сейчас все это мы возьмем и таким же образом склеим верхушечку нашу подвеску и опять таки надо дать время и достаточно продолжительное такое время чтобы у нас все это подклеилось хорошо приклеилось вот когда вот это вот все высохнет у нас то мы мы тогда как и в мастер-классе по елочке расправим каждую часть нашей снежинки и дополнительно ее задекорируем каким образом можно еще декорировать елочку мы украшали с вами стразами то в принципе стразы можно использовать и в этой работе а еще можно полностью по ткани пройти с различными вот такими гелями блестящими гелями вот у меня в данном случае очень-очень много здесь есть золотые и серебряные и разноцветные а еще есть вот такой глиттер такой серебряный чем он хорош он не просто не просто золотой а он еще немножечко придает объем то есть в зависимости от того какие то что у вас есть можно украсить нашу нашу снежинку также можно использовать различный бисер приклеивая его но это опять таки будет все зависит от вашей фантазии ну и все заключительную картинку работы я вам покажу в конце спасибо за внимание с вами была Ольга Канунникова субтитры 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 субтитры